привет дорогие друзья забыл доделать это видео снималось в июне или в июле месяце про фрезу и забыл что я не снял окончание сейчас файлы листаю какие видосы склеить какие нет и нахожу папку с названием фреза а с того времени фреза лежит в палисаднике и не до него было и да нет до тракторов было поэтому сейчас помнил прицепил ее назад и в общем надо доснять смотрим видео этот народ в этом видео буду снимать про мою фрезу приделать я ранее показывал что приделать мотоблочные редуктора не получится большое передаточное число слишком мало оборотов для фрезы получается сняв редуктор оставив только нижний редуктор он как раз один к двум и мне нормально по оборотам получается оставляя фланец крепления тут уже есть подшипник снизу вот но я думаю вот сюда мы тоже поставим старый возьмем новый закрытый вот так он встает взял хвостовик от кардана центральная часть и срастил его с карданчиком не знаю как по нагрузкам выдержит нет так вот пошлицам и это уже пойдет на на трактор на волн вот теперь надо сделать крепление к навеске и вот не знаю делать вот эту рамку или не делать хотя 4 фрезы здесь 4 фрезы здесь мою ширину полностью перекрывает но наверное сделаю попробую рамку сделать с опорными подшипниками по бокам погнали так поставил опорные подшипники вытащил вал и центрующие сделал пока вот так уголочек прикрутил и вот эти две оси это две разных фрезы и они у нас не соосно получается сейчас вот так редуктор двигается это дело нам не пойдет поэтому взял 32 труба сейчас я вымерю сколько мне нужен цельный вал сделаю втулки здесь и пальцы сюда под подшипники отсюда вырезать бестолково вот эти квадраты под фрезы я изготовлю новые квадраты и фрезы перекручу сюда получится цельные ровные валы погнали все вытащил сюда вставочки внутренние 27 ой 28 и выход под подшипник закрутил два подшипника запрессовал все у нас все крутится все ровненько без биения теперь у меня идея есть такая чтобы сюда редуктор не ставить может сюда фрезы понапихать будет уже не 8 рядов а 9 редуктор сверху поставить короче не знаю проще мне сюда редуктор вставить а так зато ровно вывести цепь с этой стороны с одной или с двух короче не значит я посмотрим главного пока сделала там дальше как пойдет все нарезал новые пластины 6 с отверстием 38 под трубу коронку я не нашел нашел на 33 труба наружнее 34 есть не ошибаюсь на 35 коронку не нашел было 33 следующий размер 38 пришлось взять 38 под эту трубу и 2 я вырезал под камазовский палец внутри у него 25 как раз посадить чтобы на редуктор труба труба в нем болтается вот так здесь отметку сделал вот эту трубу их с той стороны с этой стороны я отрежу здесь я поставлю палец между ними вытачу тоже такую же вставочку 25 шов палец вошел и 27 28 с копеек 27 с копейками то почти 28 шов трубу мы оцентруем а потом уже все это дело в варим и будете ровненько и вот под это диаметр 1 фреза у здесь сидится поэтому две здесь тоже коронка здесь палец 45 пришлось взять 48 45 не бог не был коронки 45 короче здесь запасом и здесь запасом но это ничего страшного эти готовы это 70 миллиметров 100 на 100 и 70 на 70 отверстия под крепления фрез и это по трубу это под камазовский палец но помимо фрез я еще изготовлю у меня есть еще такая труба вон кусок трубы остался я сделаю эти как она целина что называется до бороны такие или как они когти еще когти потом изготовлю редуктор будет жестко закреплен подшипник открутил вал вытащил новый фрезы ставил будет удобно такие такие можно решил все-таки редуктор сюда поставить вот наши два камазовских пальца геморрой на но просверлил заточил десятку бур сначала мелким сверлом естественно болгарка сначала верхнюю часть снял и сначала сверлышком мелким потом по буру все вытащил переходы центр на центровщики до 25 на 27 под трубу труба 27 2 где-то внутри идет эти то вот сюда в подшипники встают эта труба уже вот сюда сейчас запрессуется вот так она встанет все и вот так будут пластины вот этот редуктор 7 сантиметров ориентировочно здесь встает между пластинами 12 сантиметров получается сейчас запрессовываем делаем прихватки все все эти обварены квадраты фрезы прикручены где надо подпилены чтобы не задевали вот там видно да прям впритык уголку надо будет подрезать все товары верхние усиление ребра и если посмотрите на землю я уже уезжал тестить что могу сказать все фрезерует принципе кардан я делал временный потому что подвижную часть я нигде не мог вся ничего такого подобного найти я нашел подвижную часть но она выглядит очень хлипенько но вроде пока выдерживает нагрузки но все равно когда надо будет я думаю заменить по выбору скоростей все отлично но скорость трактора даже на пониженной передаче великовата хочется чтобы фреза спокойно маслала не выскакивала может выскакивает что веса не хватает это вес такой ну достаточно принципе ну и не сказать что легкий не сказать тяжелый я ручной навеска я поднимаю его может загрузить надо фрезу но трактор я рассчитывал что работать ехать очень очень медленно и шуфри за все успевала мне приходится постоянно работать на выжатом сцеплении также обнаружился косяк ремень начал лохматиться а лохматиться счет чего что он вот так начал выскакивать с ролика ролик стоит далековато влево надо его сдвинуть справа поэтому сейчас я тягу сниму и буду выгибать чуть здесь выгнуты в сторону но это по заводскому я выгну в эту сторону надо чуть сместить или поставить сюда как раз жигулевский с бортиками что бортики не давали вот это первый первое испытание естественно землю докидывала нашего до сюда отсюда отсюда я не стал ничего закрывать я думал пока не надо мне чтобы я смотрел заглубление проверил звук по заглублению все меня устраивает все хорошо но защитку ставить надо а то всего закидает но все по фрезеровке достаточно хорошие где-то в начале и середине июня я фрезеровал сорняка почти нету вот такая трава с очень глубокими корнями руками тоже где-то легко где-то очень геморно поэтому я решил перефрезеровать ее все чуть-чуть осталось принципе херня вот прошел полоску милит очень хорошо здесь и было фрезеровку у нас 20 сантиметров вообще выставлен у меня на 15 но фрезерует почему-то 20 заглубляется ниже оси меня принципе это полностью устраивает вот такая фрезеровочка хорошие расстояние у нас метр почему-то метр двадцать хотя от фрезы до фрезы у меня метр может закидывает еще пока вот давайте по канавке посмотрим сто сто четырнадцать примерно не знаю как с чем это связано вообще метр метр у меня от фрезы до фрезы второй выезд здесь принципе меня как бы все устраивает не считая нам что меня намотала пластиковую трубу смотрел с этой стороны а там не заметил что спонул с грядки пластиковую трубу ладно херня выяснилось что начало здесь стоял ролик вот такой он стоял вот если применю смотреть почти с краю и ремень выворачивала за ролик ладно приехал после первой обкатки заменил поставил с бортиками чтобы бортики держали и выставил по центру ремня теперь потом оказалось что вот на этом шкиву плохо видно вот болтик фиксирующий шкив он задевает саму стойку вот эту ладно выпилил все поставил выехал оказывается фреза встает при сильной нагрузке фреза вставала почему рычаг который натягивает шкив здесь стоит компенсирующая пружинка вот она растягивается ничего здесь у меня пазик идут что можно было в любом случае дотянуться до любого пазика за счет вот этой пружинки но даже при четвертом положении фреза бывало вставала и выручала если я тянул дальше но здесь фиксации нет короче надо теперь обыграть эту схему сейчас я укорочу пружинку то есть тросик сделаю поменьше чтобы натяг пружину можно было тянуть да короче нужно сделать или вообще прям принудительную натяжку но как поймать такой момент сюда попадала в паз вот эти пазы вообще изначально ничего были сделаны когда ремень будет изнашиваться вам у меня включается через ремень механический или переходить на полное механическое включение я сделал как попроще просто ремнем и вот эти пазы как раз на тот случай если ремень растягивается допустим у меня вам включает уже при первом натяжка хватает включаем вот на третье положение первое положение это просто стоячая включение при натяг и еще на тебя вот при первом он уже включается но останавливается при сильной нагрузке потом ремень растянулся мы можем вот на это положение то можно на это положение вот с этим но у меня и ремень длинноватый получается прогиб сильный надо рассчитать чуть поменьше длину ремня и сделать посильнее этот момент думаю должны выйти ситуации ну так фреза работает есть легенький перекос при изготовлении вот этих двух втулок и вот это или вот этой чуть-чуть редуктор прям слегонца вот так играет где-то все-таки после сварки повело но в совокупности все у нас крутится все паршет фрезеру и точнее все нормалек защитку я так и не сделал говорю что я отложил это на долгий ящик пока поэтому только сейчас до снимаю этот видосик главное фреза есть рулетку еще бы найти хрен тут найдешь когда генеральной уборки не было в гараже хрен чего найдешь метр вот рулетка старая древняя которая вытаскивается не хочет рулетка рулетка ну метр десять меня по краям колес и вот видно фреза по колесу и здесь по колесу грубо говоря метр метр десять она берет но колею трактор она перекрывает в общем так очень хороший редуктор от мотоблока малыш только его надо располовинить и тогда получается два к одному вот мне понравился карданчик который временный был пока он так временный есть ничего не менялась как его порвет тогда будем думать что-то про другое рукой я поднимаю эту навеску с фрезой тяжеловато но поднимал ничего страшного сейчас так как уже гидравлика есть поставим только цилиндр назад и все из гидравлика это естественно все будет проще вот такой обзор по фрезе по отвалу естественно я тоже ничего не красил по фрезе ничего не красил потому что это все испытывается может буду на отвале наваривать ребра жесткости вот на фрезе вот сюда обязательно поставится косыночки может быть полукругом они будут усилители чтобы сюда тоже зашло не по ровной хотя по ровным тоже ничего не будет задевать может полукругом захочу зашить и мы здесь то по прямой понятно здесь у нас ничего не мешает здесь по прямой зашьем бочинку зашьем но пока полноценные нормальные испытания не пройдет грубо говоря где-то погнет где-то выломает где-то может вот эти китайские будильнички которые наш может повыламывать придется что-то думать потому что я ведь еще регулировал шайбочки подкладывал поэтому посмотрим грубо говоря это в режиме испытания повыламывать доварим до усиливаем как говорится но фреза уже ну процентов на 70 80 можно сказать что она готова я ее фрезеровал как бы все нормалек остается фреза фрезу доделать из оснастки отвал для лета в основном он для зимы и приделать снега ротор но снега ротор я буду делать тогда когда я его сюда выведу быстросъемы кстати у меня есть гидромотор может вместо вал отбора мощности сюда гидромотор приделать и все у него постоянные свои обороты хотя у меня вон то независимый 4 скоростной независимо его так что что я механически буду забирать мощность двигателя что я через гидравлику буду забирать ну в общем все подогнано карданчик проходит через тренинг через треугольник когда мы его опускаем угол у кардана становится более тупой так что углы у кардана нормальный ну принципе на этом я тоже думаю будем заканчивать видео хоть запоздал и но да еще надо чеснок сажалку я ее начал делать но самом начальном этапе он даже показывать пока нечего трех или двухрядная будет чеснок сажалка раз два три трехрядный чеснок сажалка чем обработать есть чем посадить есть снег почистить есть снега ротор есть и будет у нас универсальный трактор после продажи трактора он в любом случае будет продаваться хотя жалко весь функционал мне нравится сюда принципе поставить пвм передний ведущий мост и будет вообще красота может и оставим посмотрим тем более я же говорю вам независимый 4 скоростной фреза есть не агроты есть отвал есть сюда еще хочу повесить этот щепорез ветки мелкие рубить они вывозить куда-то четырехсекционный распределитель плавающий вперед плавающий назад фиксация как бы по комплектации мне очень нравится тракторок внешне тоже мне нравится вот главное ему сейчас доделать навесочку но оснастку точнее ну все мужики у такой запоздал и видео снималась в июне в июле выкладываем в январе все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока